а ну-ка сейчас каждый из вас быстренько представьте на секундочку что вы конченый мудак ну или конченая идиотка и в силу этих обстоятельств у вас возникают проблемы с вашими партнерами в отношениях или с коллегами по работе или еще с кем-либо и по этому поводу вам приходится идти к психологу и какому специалисту вы бы обратились согласитесь приятнее идти к тому кто будет говорить вам о том что вы молодец что вы делаете все правильно что это они виноваты они вы это что это им нужно работать над собой они вам но потому что если вам работать над собой то это требует определенного внимания к интересам партнера интересам других людей и это требует определённой личностной зрелости на которую не способна не аудитория артема репетского не сам этот человек называющий себя психологом это социальный олейник проект о мире в котором живут люди ну а вы прямо сейчас можете по ссылке в описании пройти в мой телеграм-канал и найти там еще больше интересной информации которая не попадает на youtube сегодня не буду вас долго грузить всякими там речами просто покажу вам еще одно видео в котором недопсихолог артем репетский себя деклассирует давайте уже скорее смотреть его техника после которой вы забудете они взаимной любви ближе дальше просто послушайте техника после которой вы забудете они взаимной любви психологии отношений смотрим дальше паузах и неопределенности в отношениях самая большая ошибка которую вы можете когда-либо сделать в отношениях на равнодушие делать шаг навстречу и на один шаг навстречу делать три шага навстречу это приведет вас к любовной зависимости как тогда нужно делать если человек вам написал раз вы ему пишите раз он первый сбросил трубку потом вы первый сбросили трубку вы на каждый позитивный шаг человека делайте свой позитивный а каждый я думаю что понадобится калькулятор чтобы читать считать точнее там сколько раз кто кому написал и что но чтобы не запутаться потому что если например я запишу я напишу ей три раза она мне два то что не сходится тут негативный свой негативный до мелочей что с ним будет происходить в его подсознание закладывается что вы его любите только когда он вам звонит пишет у кого что когда он про вас забывает вы его не любите и вы понимаете человек гарантирует какой-то эффект от идиотской какой-то схемы которую он транслирует на мир опять же не принимая во внимание каких-то индивидуальностей человек человеческого характера каких-то вещей которые просто невозможно предугадать и вот этих всех психологов конченных откровенно которые из себя таковыми психологами называют их всех объединяет одно полнейшая неспособность смотреть на индивидуальность они все гребут под одну гребенку и они не понимают самого главного что человек это более сложная система чем все эти дебильные термины которые они которых они нахватались в книжках в вузах не дай бог если человек еще учился где-то и так далее понимаете человек гораздо сложнее чем повесить там на него ерунг там обузер манипулятор газлайтинг нлп и что там еще нахватывает я хочу вернуться к вот этому как это это прямо техника после которого вы забудете о невзаимной любви ближе дальше паузах и неопределенности в отношениях самая большая ошибка которую вы можете когда-либо сделать в отношениях это на равнодушие делать шаг навстречу и на один шаг навстречу делать три шага навстречу это приведет вас к любовной зависимость как тогда нужно делать как если человек вам написал раз вы ему пишите раз он первый сбросил трубку потом вы первые сбросили группу так значит 14 дня этого месяца я написал ленки один раз она мне написала один я повесил трубку один раз она повесила один я позвонил ей она мне не позвонила я позвонил она не позвонила что-то дебет с кредитом у меня опять не сходится, я так понимаю. Вы понимаете, какой это абсурд вообще? Вы понимаете вообще, что он несет? Ну, по факту. А это не работа по сменам, это не торговля на бирже или еще что-либо. Это коммуникация между мужчиной и женщиной. Он говорит о том, что нужно выверять, высчитывать, кто сколько раз кому позвонил, кто сколько раз кому написал и так далее, и так далее. Дебил! Ну да. Думайте своей головой. Всего хорошего.